Жители рабочего поселка Корсун теперь смогут значительно сэкономить свои средства на поездку до областного центра. Всему виной ремонт районной больницы и замена устаревшего оборудования. Старый рентген-аппарат, например, уже не мог нормально функционировать. Чтобы получить достоверные анализы, жителям приходилось проходить флюорографию по несколько раз в год или же ездить на диагностику в ульянские поликлиники. Сейчас такой проблемы в поселке нет. На место старому аппарату пришел новый флюорограф. Раньше мы могли снимки сделать только на бумажном носителе, что значит нам нельзя было их отправлять в город Ульяновск, потому что они не читали на бумажном носителе. А сейчас, если какая-то патология доктор у нас управляет, то мы не посылаем в рентген-кабинет на допроследование, а допроследование мы сразу проводим здесь. Капитальный ремонт завершился и в инфекционном отделении. Почти 7 миллионов рублей были выделены из областного бюджета на полную замену вентиляционных систем, электропроводки, окон и дверей. Снаружи корпус тоже отремонтирован и переведен в порядок. Медсестра Ольга Свиязова утверждает, что после ремонта отделение изменилось до неузнаваемости и на рабочем месте стало находиться гораздо комфортнее. Нам наконец-то отремонтировали отделение и теперь очень приятно работать. С радостью идем на работу, потому что по сравнению с тем, что было, то есть везде плесень была, полы были ужасные, канализация. Этот провод все было, конечно, в отвратительном состоянии. Но сейчас просто хочется и работать, и больные рады, и мы, конечно, очень рады. Особое внимание в отделении было уделено системе вентиляции. По словам врачей, правильная циркуляция воздуха помогает избежать осложнений у пациентов заболеваниями дыхательных путей и предотвращает распространение вирусов и бактерий по палатам. Для этого специальные аппараты стоят, которые включаются очень легко. Сеть включается одним нажатием и регулируется уже приток воздуха. Больше слышите, да, как идет звук. В зависимости от того, какие больные лежат. Допустим, больные с кишечной группой не требуют такого притока, то есть циркуляция воздуха, а больные с воздушными капельными инфекциями, это уже необходимо. Кроме Корсунской больницы, в этом году в рамках федеральной целевой программы также были построены два модульных акушерских пункта в селе Большие Поселки и Тиньковки. Теперь жители этих населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в шаговой доступности. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.